Компенсация за потерю времени ГПК, это гражданский процессуальный кодекс За неосновательно предъявленный иск Это уже, допустим, страховые компании Она предусмотрена, но статья работает мало Потому что, когда начнется Судебное разбирательство, исходя из чего? Платить тебе за потерю времени Вот здесь вот начнутся аргументы сторон Прецеденты есть, но они Небольшие, незначительные Как правило, это простые люди Обращаются и они привязывают все к своей заработной плате Но здесь более или менее как-то суды идут навстречу А вот что касается, как вы говорите Если человек бизнесмен Что он там выкатит, что он за день мог сделать И как он в суде Параллельно могу здесь привести пример Что вот иски в арбитражных судах По упущенной выгоде проходят тоже с трудом Нужно семи пядей во лбу быть Чтобы доказать, что если бы Да кабы, то тогда бы у нас выгода была такая А вот там сторона начинает Объективные факторы приводить Дождь, снег, там мало ли Не выплата зарплаты, с какой стати Вот вы решили Но повторяю, закон предусматривает, обращаться надо Ведь у нас всегда вот по каким-то новациям Пробуксовочка такая идет, идет годик или два Потом прорыв Так было с некоторыми нормами семейного кодекса Но я не буду сейчас углубляться У нас передача про автомобили все-таки Обращаться надо Надо создавать прецеденты В Америке вообще страшные суммы В компенсацию И в том числе за автотрату Чуть машину царапнул Там, но это не придумают У меня друг в Америке живет, в Нью-Йорке Сразу выяснилось, что в этой машине сидел Тясть, зять, 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 запутался Куча родственников у одного стали крошиться зубы У другого вдруг заболела печень и прочее, и прочее И все это потом в судах начинают доказывать И суды иногда присуждают приличные суммы То есть в связи с тем, что вот шопнули машину Ты там что-то пострадал морально Выплачивают Ну Америка, я повторяю, страна сутяжников Уровень культуры уже многолетний, в том числе правовой У нас посложнее Законы увеличиваются Правоотношения разнообразными становятся Вот собственников А судейский корпус не увеличивается Ну зарплату сейчас им подняли приличную Но тем не менее они успевают Они взывали на одного мирового судью В среднем по области 143 дела На федеральных судей поменьше Есть в Челябинске два участка по 500 дел в месяц Ну можете представить Они же в основном рассматривают страховые случаи Почему об этом говорю Ну представляете какое там в кавычках детальное может быть рассмотрение при такой нагрузке Вот, но это все равно нужно делать Это единственный способ вот как-то цивилизованным становиться И порядок на дорогах Вот вы об этом говорите много в своих передачах И я повторюсь, что это все вот такие взаимосвязанные вещи По мере материальной ответственности будет расти и какая-то культура дорожного движения